В кризисные периоды для многих актуальным становится вопрос сохранения накоплений, причем речь зачастую о небольших по меркам профессиональных инвесторов суммах. Кто-то делает крупные покупки, вкладывает деньги в ремонт или приобретение автомобиля, но что если вы не хотите вкладывать в пассивы, но желаете сохранить и приумножить свои активы? Именно в этот момент большинству приходит идея инвестирования средств, но как это сделать правильно и какие подводные камни вас могут подстерегать на этом пути? Попробуем разобраться. Эксперты советуют начинать формировать накопления как можно раньше, желательно минимум 10% от каждой зарплаты. Один из очевидных инструментов накопления – традиционный банковский вклад – депозит. В эпоху регулярно снижающейся ключевой ставки Центробанка банковские вклады отличаются относительно низкой доходностью на уровне инфляции. Однако их главное преимущество – надежность. Законодательство гарантирует возврат средств в определенный срок с выплатой начисленных процентов по договору. Вклады до 1 миллиона 400 тысяч рублей застрахованы агентством по страхованию вкладов, а в особых жизненных ситуациях – до 10 миллионов рублей. Банк берет на себя полную ответственность за то, где он будет размещать эти денежные средства, которые вы доверяете банку в управлении, и будет вам платить доход. То есть вам особо не надо будет следить за всеми ставками по начислению процентов, и принимать решение не нужно будет, где наиболее выгодно разместить. Ваша задача – только правильно выбрать банк и подходящее предложение от банка. То есть это самый простой инструмент для начинающего, если можно так сказать, инвестор. Еще один вариант сбережений – государственные ценные бумаги, например, облигации федерального займа для населения. Их выпускают в электронном виде. В отличие от банковского депозита, государство обеспечивает возврат всех вложений без ограничений. Доходность выше, чем по банковским депозитам. Также ценные бумаги просто купить в отделениях банков-агентов или на их сайтах. Владелец облигаций имеет право на ее предъявление к выкупу государством в любое время. Еще один инструмент – индивидуальный инвестиционный счет. На сегодняшний день многие банки предоставляют такие услуги. Также по этому счету можно получить налоговые вычеты. Это гарантирует 13% доходности, даже без учета возможного инвестиционного дохода от ценных бумаг. Максимальная сумма вычета до 52 тысяч рублей в год. Например, вы размещаете 400 тысяч рублей в 2020 году, в 2021 году, идете и подаете на вычет. Получаете 52 тысячи рублей. В том случае, если вы этот НДФЛ уплатили за 2020 год. Плюс средства, размещенные на ИС, можно инвестировать. Если самый консервативный вариант возьмем, облигация федерального займа, например, под 5% годовых, то вот считайте уже в первый год 18%. Ну и такая стратегия позволяет в течение трех лет иметь доходность в районе 12,5% годовых. При этом средства ваши защищены государством. Индивидуальный инвестиционный счет желательно открывать на срок не меньше трех лет. Внести на счет можно любую сумму, но не более миллиона рублей в год. Покупать можно любые рублевые финансовые инструменты, например, акции российских компаний или гособлигации. Существуют и уже готовые инвестиционные портфели, сформированные профессионалами. Главное в инвестировании не торопиться и начать с инструментов с низкими рисками. С появлением опыта инвестора и ростом капитала вы сможете перейти на более доходные модели. Сюжет подготовлен телеканалом Катунь-24 в рамках реализации государственной программы региона повышения финансовой грамотности населения в Алтайском крае.